Эзернет-канал. Также для вспомогательного оборудования используется нелицензируемый радиоканал 433 МГц. Система состоит из пультового и объектового оборудования. Здесь на картинке изображена радиоканальная подсистема. То есть имеем пультовые блоки, имеем ретрансляторы для увеличения дальности работы и имеем объектовые приборы, позволяющие также подключать различные расширения по проводному интерфейсу RS-485. Я слишком подробно не буду останавливаться, поскольку освещают только для общих сведений. Вкратце буду рассказывать о структуре. Эта подсистема уже работающая по GSM и Эзернет. Здесь также имеем пультовое оборудование. Для работы системы необходимо как минимум один канал с выделенным IP-адресом интернета. Возможно резервирование с помощью нескольких каналов интернета, то есть может быть до 4 выделенных IP-адресов, а также резервирование по каналу Voice через GSM-оператора. С интернетом оборудование работает через GSM-GPRS протокол. Структура системы, работающая по IP-каналам, схожая со структурой радиоканалами. То есть есть пультовое оборудование, есть объектовое оборудование, есть оборудование расширения, работающее по проводам и подключаемое к объектовому оборудованию, работающему по GSM-эзернет-каналам связи. Также есть возможность, в случае отсутствия возможности провести провода, подключить расширение с помощью нелицензируемого радиоканала, работающего на частоте 433 МГц. Вот, в общем-то, общие сведения о системе. Есть также вспомогательные функции в системе GSM-эзернет-отправки SMS к хозорганам. Иногда бывает востребовано, в случае, если хозорган хочет видеть, независимо от пульта охраны, что у него происходит с объектом. Теперь перейдем непосредственно к новому оборудованию, появившемуся в последнее время в нашей системе. Начнем с прибора TK2 GSM вкратце. Это один из самых бюджетных приборов, стоимость его порядка 3000 рублей. При этом он является полноценным охранным прибором, предназначен для объектов, где отсутствует возможность установить стационарный прибор, либо в силу финансовых требований. То есть, скажем, если нет смысла устанавливать стационарный прибор, там какой-то небольшой киоск, торговая точка, который может сегодня работать, завтра уже переместиться в другое место. Для таких случаев идеальный прибор это TK2 GSM. По сути, это тревожная кнопка самостоятельная, позволяющая передавать информацию о тревоге на пульт через GSM-каналы связи. Поддерживает работу с двумя сим-картами, естественно. Время автономной работы составляет от 100 часов и более зависит оно от того, насколько часто передаются данные на пульт. Эти параметры настраиваются непосредственно в ARM-оператор. Конфигурируется прибор с USB через компьютер. Также вкратце хотел рассказать про приложение SMS Security. Приложение нужно для того, чтобы в удобоваримой форме, скажем так, представлять SMS-сообщение от объектовых приборов нашей системы, в том числе. Также может быть использовано для работы с приборами сторонних систем. Суть приложения в том, что оно заменяет объект, тем текстом, который вы хотели бы видеть. Сделано как альтернатива тому, что есть вариант, когда можно на объектом приборе задавать вид SMS-ки. Чтобы на объектом приборе этим не заниматься, можно SMS-прибору слать как есть, а уже на телефоне отображать его в удобоваримой форме. То же самое касается и команд. Также, относительно недавно, появилось приложение пульт управления на Android, предназначенное для управления объектовыми приборами BRO 5 GSM+, BRO 4 GSM+. Это приборы, которые работают по GSM и Ethernet-каналам связи с помощью планшета под управлением операционной системы Android. Скажем так, это пульт, который позволяет в красивом виде управлять на объекте нашим оборудованием. Вот его основное назначение. На него также можно вывести информацию, помимо состояния самого прибора, еще и состояние видео с объекта. Он стыкуется с видеокамерами. И, например, при какой-то тревоге вы можете открыть видео с камеры в каком-нибудь именно месте эта тревога произошла. Так, ну и вот непосредственно перешли к прибору, который разрабатывался совместно с коллегами из Риэлты. Вот, это BRO 14 GSM-L. Прибор, предназначенный для охраны объектов, позволяет подключать без какого-либо дополнительного оборудования датчики и системы LADA-ГРК, работающую по нелицензируемому радиоканалу. Вот, позволяет подключать к себе до 14 датчиков, имеет на борту 4 проводных шлейфа. И в случае необходимости эти 4 проводных шлейфа могут на выбор настраиваться либо проводными, либо радиоканальными. Оставшиеся 10 уже жестко только радиоканальные. Вот, поддерживается практически полный спектр датчиков и системы LADA-ГРК. Остались еще датчики, с которыми мы не проверяли работу, но в ближайшее время, я думаю, мы это все осуществим. То есть, подключим вообще полный спектр, включая пульт управления новинку, о котором в дальнейшем будет рассказано нашим коллегой. Так, еще какие у прибора есть особенности? То есть, то, что в сам прибор встроен резервный источник питания. Я вот сейчас, наверное, покажу лучше в камеру, как это все выглядит. Вот так выглядит прибор вживую. Что мы видим на лицевой панели? Это индикаторы состояния, индикаторы шлейфов до 14, клавиатуру для управления состоянием. Также имеется режим частичной постановки. Вот здесь мы видим кнопки взятия, два их вида. Вот. Одна из них позволяет взять объект под охрану полностью. Вторая позволяет взять под охрану частично, когда в охране не участвуют шлейфы с типом объемной датчики. Сейчас я открою крышку. Так, вот как выглядит плата контроллера. Видим на ней разъем под две сим-карты. Видим батарея резервного питания, которая позволяет прибору автономно работать более 12 часов. Также в комплекте поставки прибора идет выносной источник питания в виде устройства для подключения к розетке. Сейчас я продемонстрирую. Вот такой зарядник. То есть, в принципе, прибор за исключением датчиков полностью укомплектован. Ну, минимальный требуется монтаж, минимальный по времени и затратам. Помимо... А, кстати, забыл важную вещь сказать, что прибор позволяет поддерживать работу с тремя разделами до трех разделов. То есть, можно независимо снимать с охраны до трех объемов, независимо друг от друга. А также прибор поддерживает работу с расширениями. К нему еще можно подключать по интерфейсу 485 проводные расширения, блоки проводные объектовые, модули расширения шлейфов, модули связи и так далее. Всю линейку проводных приборов. Так. Да, еще такой есть момент, что модуль для работы с датчиками радиоканальными расположен на крышке прибора. Это накладывает определенную специфику на процесс настройки. То есть, чтобы подключать датчики, надо вначале настроить приборы в приборе все типы датчиков, потом закрыть крышку, включить питание и уже по очереди зарегистрировать датчики в прибор. Это все описано в инструкции по эксплуатации. Следующая наша новинка – это модуль расширения шлейфов. Называется он MS16L. Это модуль, предназначенный для работы с беспроводными датчиками системы LADA-GRK. Тоже вся линейка датчиков поддерживается, за исключением пока нескольких новинок. Количество датчиков может быть подключено до 16 штук к данному прибору. В свою очередь данный прибор может быть подключен по интерфейсу 485 к тому же БРО-14. Таким образом достигается расширение количества датчиков до нескольких сотен штук. То есть к одному БРО-14. Так, окно с видео под презентацией. Сейчас, секунду. Так, есть какие-то проблемы у слушателей с видео или со звуком в данный момент? Напишите, пожалуйста, в чат, если есть какие-то проблемы. Вот вижу, не видим окно с видео под презентацией. Так, все, ага, отлично. А, вот так вот. Показывали на увеличенной картинке. Сейчас я тогда повторю, продемонстрирую уже. Может быть, какие-то... Нам вот маленькая картинка. Вот я показывал внутренности прибора. Объяснял, что есть аккумуляторы, есть две сим-карты, разъем. Вот, есть разъем для конфигурирования USB. Прибор позволяет производить настройку как с компьютера напрямую через USB-разъем, так и через разъем для пульта программирования с помощью уже трехкнопочного нашего стандартного универсального пульта программирования. И по клавиатуре я объяснял, что есть кнопки взятия постановки полной частичной клавиатуре, помимо клавиш цифровых. Так, что касается MH16. То есть, вот такие MH16 могут быть подключены в количестве до 31 штуки. К тому же, например, БРО-14 GSM. Соответственно, количество шлейфов расширяется до нескольких сотен штук, обслуживаемых прибором. Эти модули могут быть тоже в настройках включены, привязаны к какому-либо из разделов прибора. Есть ограничение следующее, что один модуль целиком может находиться только в одном разделе. То есть, нельзя в пределах одного модуля шлейфа разбить по нескольким разделам. Вот такое ограничение есть. Так, что у нас тут имеем? На панели индикации имеем состояние шлейфов и состояние охраны индикации, а также состояние питания. Так, в принципе, наверное, по этому модулю все. Так, переходим дальше. Одна из наших, даже две из наших последних новинки, о которых вкратце тоже хотелось бы рассказать. Это модули связи. Один из них модуль связи Ethernet, второй модуль связи Wi-Fi. Для чего они нужны? Если, например, 14L не обладает собственным каналом связи для проводного интернета или Wi-Fi, то есть, подключив вот такие модули, можно фактически обеспечить дополнительный канал связи прибору через проводной Ethernet, либо через Wi-Fi-сеть объекта. Что это дает? То есть, если, например, за трафик платите пультовики, можно экономить на GSM-трафике, поскольку интернет обычно бывает безлимитный на объектах, бесплатный, плюс большое преимущество, что появляется дополнительный надежный канал связи проводной, который резервирует GSM-каналы. При подключении этих модулей оборудование в первую очередь работает через интернет, либо Wi-Fi проводной. Причем на конкретном приборе БРО-14 может быть подключено даже до четырех таких модулей, если, к примеру, задача через разные сети резервировать канал связи, Ethernet, либо Wi-Fi. Так, ну, в принципе, у меня по моей части все. Сейчас готов ответить на вопросы, если какие-то возникли. Напишите, пожалуйста, в чат, если есть вопросы, я уже поподробнее поясню по ним. Так, вот первый вопрос. Программирование датчиков через компьютер. Да, возможно программирование как через компьютер, так и через пульт программирования универсальный. То есть у нас два варианта настройки прибора. Через компьютер он программируется с помощью подключения через шнур USB на mini-USB. и специальной программной конфигуратором настраиваются все параметры, в том числе подключаются датчики. Если компьютера нет под рукой, то возможно настроить прибор, все то же самое сделать с помощью ульта программирования универсального трехкнопочного. В принципе, все параметры вы можете с помощью него настроить. Просто это займет побольше времени. Следующий вопрос. Возможен ли вывод на ПО от ритма Синорда Проксимы? На данный момент невозможен. Но мы сейчас задались целью сделать возможность стыковки нашего программного обеспечения пультового с программным обеспечением, работающим со стандартными протоколами шугарт, контакт-ид, с чем работают Синорд, Ритм, Проксима. Таким образом появится возможность уже стыковать на уровне программного обеспечения пульта, имею в виду арм-охраны, наша система. Следующий вопрос. Как осуществляется защита от глушения, подмены точки доступа Wi-Fi, подмены прибора и так далее? Ну, защита защищается очень просто. То есть, производится прибором непрерывный обмен с сервером. Протокол обмена надежнейшим образом защищен, шифрации. То есть, там не сработает ни подмена пакетов, ни имитация. Ключ используется длиной 256 бит, динамически меняющийся. То есть, по сути, если вы попытаетесь, скажем, подменить ту же точку доступа Wi-Fi, то, соответственно, прибор, не получив ответа от сервера, перейдет на работу по GSM, каналам связи. То есть, две сим-карты, плюс JPS и Voice протоколы обмена. Если вы используете, например, глушение, тогда тут поможет вам работать через Wi-Fi и Ethernet с помощью вот этих вот модулей расширения. Ну и, насколько я знаю, глушилки GSM имеют достаточно ограниченный радиус действия, эффективный радиус... Дальше уже они работают негарантированно, могут пропустить какие-то пакеты, и этого будет достаточно, чтобы передать тревогу. То есть, в зоне, куда невозможно подойти, там, ближе, чем на 5 метров, вы можете достаточно хорошо защитить приборы от глушения. Ну, есть, конечно, варианты глушилок побольше, помощнее, но, тем не менее, они тоже имеют ограниченный радиус, там, ну, порядка 10 метров, 15. То есть, у нас были случаи, когда пытались глушить оборудование, и иногда это срабатывало, иногда не срабатывало. Вот, в зависимости от удаления от глушилки и от, как бы, мощности сотовой сети в этой зоне. Так, следующий вопрос. С какими приборами GSM работают интернет-блоки? То есть, я так понимаю, это блоки Wi-Fi и Ethernet. На данный момент Ethernet и Wi-Fi модули поддерживаются BRO-14, а также BRO-5 GSM и BRO-6 GSM. На новых версиях прошивок. То есть, BRO-5 и BRO-6 для поддержки модуля требуют обновления прошивки. Но работа уже поддерживается. Так, наверное... Может быть, еще что-то пояснить требуют ранее заданные вопросы. Может, я на что-то не доответил, не до конца ответил. Да, АКБ литиевые, они достаточно стандартные. Размер 18 на 650. Сейчас они появились и у других производителей. Насколько я знаю, и у Argus Spectre в системе Stirless такие батареи появились. То есть, они сейчас будут постепенно завоевывать рынок. Достаточно распространенными будут. Сами они сменные. То есть, выдергиваются из держателей целиком, без проблем. Как батарейки. по сути, они стоят в держателях. То есть, их можно оттуда... Достаточно плотно, надо сказать, стоят. Можно извлечь. Вот. Заменить. Причем эти батареи хороши, что они достаточно долго работают. То есть, в течение трех лет работают без проблем. В отличие от свинцовых батарей, которые иногда и через год уже теряют емкость там, выходят из строя. Так. Время контрольного опроса объектовых приборов. Время контрольного опроса у нас в системе настраивается. Причем, настраивается оно с программным обеспечением ARM-оператора, точнее, менеджера баз данных. То есть, не нужно время контрольного опроса менять на самих приборах. Нужно просто в карточке объекта выбрать нужный период. Период задается минимальный от минуты. При этом при минутном периоде связи контроль канала будет составлять две минуты. То есть, запас определенно должен быть, чтобы прибор успел, например, поменять IP-адрес или сим-карту. Без выдачи ложного сообщения блок не ответил. А верхний предел, насколько я помню, там 9999 минут. То есть, достаточно широкий предел настройки. Все зависит от ваших задач. По новым требованиям для медвестной охраны контроль канала должен составлять не более 120 секунд. То есть, там уже минимальные параметры. Это минута и две минуты. это период связи. Контроль канала две минуты получается. время разное для разных каналов передачи. Так, как поведет себя система при переходе на медленный резервный канал? Да, есть нюансы. У нас задается время разное, но не для разных каналов передачи, а для разных состояний. То есть, есть возможность в состоянии снят выбрать время контроля побольше, в состоянии не взят время контроля поменьше. Ну, или как хотите, в принципе, любой комбинацией. Для каналов передачи нравится. Поэтому, если вы используете, например, дозвонный войск-канал, то там, скорее всего, вы не сможете работать с периодами контроля одна минута, поскольку будут события достаточно часто и блок не ответил ложные. То есть, вам придется настраивать больше такой именно, то есть, тут вызвать каналов коммуникатора, это пультовое оборудование, которое как раз позволяет через войск-канал работать с объектами, через дозвонный канал, будет зависеть от этого и будет зависеть, естественно, от общего количества приборов в системе работающих. но если использовать GPS и проводной интернет, то есть, в этом случае без проблем можно работать с временем контроля одна минута, с периодом связи одна минута и время контроля две минуты. Так, БРО-14 в бюллетене. Вот, сейчас как раз по этому вопросу, как раз по этому вопросу, ну вот, вот буквально там, ту неделю и даже на этой неделе чуть-чуть захватили, проводим типовые испытания совместно с НИЦ охраны, вот, по всему новому оборудованию, включая БРО-14 GSM и много других приборов, и, наверное, ну, я так прогнозирую, пока, конечно, еще точно не знаю, но, наверное, ближе к концу года уже будет выпущен новый бюллетень, либо в начале следующего года, где все это оборудование будет включено. Так, следующий вопрос. Нельзя в БРО-14 только пультом программирования забить коды пользователей? это плохо. Ну, вообще, конечно, пультом программирования забить коды пользователей можно, сейчас примерно покажу, как это делается, то есть, вот, есть прибор у нас, подключаем пульт программирования к плате контроллера, вот отсюда, и вот здесь в корпусе специальные прорези сделаны для того, чтобы, когда подключен пульт программирования, можно было вот этот кабель пульта программирования вывести наружу прибора и при этом закрыть крышку. В этом случае, как бы, оказывается доступная клавиатура, и вы можете, выбрав раздел в пульте программирования подключения пульте хозорганов, набрать код и, соответственно, запрограммировать уже не ключ точь-мемори, а код. Так, вопрос, ПО Струна 24, будет ли введена автоудаление функции автоудаления тревожных сообщений из окна общих событий при снятии объекта хозорганов? Время на вход у нас не приветствуется. Ну, подобные вопросы, конечно, нам уже задавали, мы над этим думаем, как это все реализовать, так, чтобы это было безопасно с точки зрения случайного пропуска нужной полезной тревоги. Скорее всего, конечно, наверное, не будем не в виде функции автоудаления это делать, а в виде функции отметки тех тревог, которые прошли снятие, скажем, каким-то там или другим цветом подсвечивать, или блеклым, или их перечеркивать. Ну, в любом случае, решение по их обработке, скорее всего, все равно будет приниматься уже оператором. Либо сделаем возможность настройки там нескольких вариантов работы, в том числе, может, и автоудаление будет. Над этим вопросом мы работаем. код под принуждением возможно переделку. Да, код под принуждением у нас работает по следующему принципу. Не знает, код это под принуждением или нет. Вы программируете в прибор обычный код. ARM оператора вы уже настраиваете так, что какой-то конкретный номер кода используется как код под принуждением. Таким образом, сообщая хозоргану, что вы забили такой-то код под принуждением, вы поставите в курс, что ему делать, чтобы набрать именно этот код. Этот код может на символ отличаться от основного кода. тут уже как хотите, как запрограммируете, так и будет работать. Код под принуждением возможно передать. Не совсем понял, что значит передать. Возможно, я, конечно, уже ответил на вопрос. Прибор сам по себе не знает о том, конкретно это код. Он берется и снимается как обычно. Вы любой код можете варм оператора сделать кодом под принуждением. Вопрос. Так же отбой события блок не ответил, при появлении события блок ответил. Вот эту опцию мы уже ввели, но не автоматически отбивает события, блок не ответил. А правой кнопкой в окне тревог можете щелкнуть на новых билдах, начиная по-моему со 171 и выбрать опцию отметить неактивные устаревшие неответы. Отметить устаревшие неответы. Тогда у вас в окне тревог автоматически выделятся все те неответы, которые были получены от приборов, которые уже восстановили свою связь. Дальше останется только нажать обработать и вы очистите окно тревог от этих неответов. есть ли еще какие-то вопросы? кстати цена по цене прибора забыл сказать BRO14 GSM-L в том комплекте, о котором я говорил. То есть прибор плюс батареи 2 штуки плюс источник питания от сети стоит на сегодняшний день 7000 рублей в розницу. так, Вопросов, я так понимаю, больше нет. В таком случае, наверное, я передаю слово коллеге из Риэлта Павлу. Вопросы, я так понимаю. Вопросы, я так понимаю. Вопросы, я так понимаю. Вопросы, я так понимаю. Наши датчики все передают информацию о заряде, то есть это норма, либо батарейка разряжена. Я думаю, что, наверное, коллеги наши из Интеграл Плюс эту информацию принимают и на пульт передают тоже. Ну, давайте перейдем к нашему оборудованию. Вообще, компания Риэлта на рынке охраны техники уже более 20 лет. Соответственно, у нас есть и проводная линейка оборудования, и есть направление управления освещением. Ну, и вообще много чего интересного. У нас собственное производство, полный комплекс от разработки изделия до его выпуска в серию. Ну, и вот одно из наших направлений – это подсистема беспроводной охраны пожарной сигнализации «ЛАДА ГРК». То есть, почему подсистема? Подсистема, потому что мы не делаем свой прием и контрольный прибор, а предлагаем наше оборудование нашим интеграторам. Из основных технических характеристик нашей системы, чем же она хороша? Ну, из главного, что можно сказать, это двухсторонний радиообмен в свободном диапазоне, 433 МГц. Дальность действия нашей системы на открытом пространстве до 600 метров, там плюс-минус небольшой. Ну, и опять же, да, понимаем, что речь идет о открытом пространстве. Реализовано у нас частотное разделение на 4 частотных литеры. В каждой литере по 2 частоты, основная и резервная. Также реализовано цифровое разделение на 126 подсетей в каждой частотной литере. Ну, и есть возможность программирования периодов связи от 10 секунд до 10 минут. Значит, чем же мы вот так вот, в отличие от наших конкурентов, хороши, да? Основное наше преимущество – это то, что мы предлагаем двухсторонний радиообмен по цене одностороннего. Да, а если сравнить наши системы с конкурентами, где тоже есть двухсторонний радиообмен, то здесь мы существенно выигрываем по цене. Вот. Значит, по преимуществам. Ну, так как у нас идет соответствие требованиям ГКРЧ в оборудовании, то, соответственно, не требуется никаких лицензий и сертификатов дополнительных для использования нашего оборудования на объекте. Реализовано динамическое кодирование, которое позволяет нам защитить передаваемую информацию и защититься от подмены извещателей. Простейшая инициализация извещателей. То есть для того, чтобы извещатель прописать в прибор, просто в большинстве случаев достаточно вставить в него батарейку. Также наличие основной и резервной батареи. Резервная батарея чем хороша, да? Ну, помимо того, что, допустим, это, если брать пожарные извещатели, то это требование ГОСТа, да? В охранных извещателях наличие резервной батареи, в общем-то, не обязательно. В нашем случае, как бы, мы это практически везде реализуем, за исключением нескольких извещателей и датчиков. Наличие резервной батареи позволяет нам главным образом продлить время на обслуживание. То есть, если на пульт у вас приходит извещение о том, что основная батарея разряжена, то вам не нужно сразу же лететь на этот объект и менять батарейки. Вы можете там включить это в план, и у вас где-то примерно месяц-два еще есть на то, чтобы эту батарейку поменять. Ну, насчет частотных литер реализован переход на резервную частоту при плохой помеховой обстановке на основной частоте. Притом, эти частоты разделены таким образом, что в большинстве случаев при наличии помехи на основной, на резервной эта помеха отсутствует. Так как радиоканал у нас двухсторонний, в отличие от одностороннего, он позволяет нам реализовать контроль состояния. То есть, мы всегда знаем, что у нас происходит в системе. То есть, извещатель, передавая какое-либо извещение на прибор, на расширитель, он всегда знает, получено его извещение или нет. И если, соответственно, его извещение не получено, он может предпринять различные действия для того, чтобы это извещение все-таки было доставлено. Вот в односторонних системах передачи сообщений, в системах беспроводных, такого нет. То есть, там датчик отправляет информацию, дублирует ее, может быть, несколько раз, но он никогда не знает, получена его информация о приборах или нет. Соответственно, это очень большое преимущество в нашем случае, что извещатель всегда будет предпринимать максимум усилий для того, чтобы свое извещение доставить к прибору. Ну и, соответственно, всегда будет знать, получилось ли у него это или нет. Ну, также имеется у нас длительный период работы данного комплекта батарей. То есть, при стандартных настройках опроса раз в 30 секунд и количества пропусков 5, насколько я помню, мы заявляем не менее 5 лет работы от одного комплекта батарей. Ну и за счет возможности интеграции, собственно, использованы объекты различной информационной емкости, возможно. Значит, по преимуществам и особенностям извещателей, которые мы делаем, чтобы уже дальше не повторяться, все наши извещатели на данный момент уже с микропроцессной обработкой сигнала. Что это нам дает? Это нам дает возможность реализовать более сложный алгоритм обработки сигнала, собственно, за счет этого уменьшить, ну, практически свести к нулю количество ложных срабатываний и более эффективное реагирование на тревоги реализовать. Так как мы сами разрабатываем линзы для инфракрасных извещателей, то, в принципе, на данный момент в нашей линейке практически все линзы сферические, ну, что касательно радиоканала, там все линзы сферические формы, соответственно, во всех извещателях и проказах у нас реализована антисаботажная зона. То есть, ну, и, в принципе, на данный момент вообще в линейке всей продукции компании Риелта не осталось ни одного извещателя, в отличие от конкурентов, у которого была бы аналога обработка сигнала и отсутствовала бы антисаботажная зона. Также реализована у нас во всех извещателях динамическая температурная компенсация. Соответственно, что она нам позволяет? В диапазоне температур, близких к человеческому телу, извещатель у нас повышает чувствительность. То есть, допустим, когда у нас температура в помещении приближается где-то там к 30, ну, там от 20, по-моему, 8 до 30 с чем-то градусов, то, соответственно, повышается чувствительность, ну и, соответственно, при превышении уже порога чувствительность обратно снижается. То есть, это, опять же, позволяет нам более эффективно определять, обнаруживать нарушителя в зоне обнаружения извещателя. Реализована также у нас везде защита переприемников от насекомых. Так как мы, опять же, делаем сами фильтры, ну и так как у нас практически все извещатели включены в перечень вне медицинской охраны, то везде у нас имеются светофильтры на пироэлементах, то есть, соответственно, появляется высокая точность засветки. Почти все извещатели комплектуются кронштейном, везде реализован контроль вскрытия корпуса, ну и возможность включения-отключения светодиодного индикатора, но на беспроводных извещателях индикаторы отключаются автоматически для экономии ресурсов и элементов питания. По элементам питания в своей подсистеме все наши извещатели комплектуются следующими элементами питания. Основной элемент питания у нас идет CR-123A, резервный элемент питания CR-2032, то есть эти элементы доступны на рынке, нет проблем в их приобретении, соответственно, в дальнейшем нет проблем с обслуживанием оборудования, установленного на объекте. И в малогабаритных извещателях и датчиках у нас используются два элемента CR-2450. Я смотрю, там уже идут вопросы. Лучше, конечно, вопросы, если вы будете задавать уже по завершению моего монолога, потому что отвлекаться немножко тяжело. Ну, то, что там сейчас спрашивают, как ведут себя датчики при снятии с охраны, контролируют ли входные цепи, столкнулись при использовании DRS от Argus, с быстрой их разрядкой, как, оказалось, реагировали на звон посуды. В принципе, у нас в датчиках реализована возможность постановки снятия с охраны, то есть и передачи этого состояния от прибора. Соответственно, дальше это только зависит от интегратора. Если интегратор это поддерживает, то они могут сниматься с охраны. Если не поддерживают, то они будут, соответственно, реагировать на события и передавать тоже. Ну, в принципе, как бы они в большинстве случаев это все реализуют. Значит, также в каждом извещателе у нас реализована индикация качества связи. Соответственно, да, расставляя на объекте наши извещатели, вы можете, выбрав определенное место для установки, да, проконтролировать, какой же уровень связи у него с прибором. На данный момент, соответственно, три зеленых вспышки — это хороший уровень сигнала, две — нормальный уровень сигнала, три — слабый уровень, то есть одна — слабый уровень сигнала, четыре — красных вспышки, нет сигнала, то есть нет связи вообще. Соответственно, вот если мы видим два последних состояния, то лучше поискать более удобное место для установки извещателю. Ну и непосредственно к извещателям. На данный момент такая линейка у нас представлена. Объемный извещатель инфракрасный фотон 12 и 12БРК. Соответственно, 12 просто — это объемная зона обнаружения, 12Б — это поверхностная зона обнаружения типа штора. По дальностям вы можете в табличке все видеть, не буду уже это озвучивать. То есть специальная форма корпуса позволяет нам без кронштейна устанавливать его на стену и в угол помещения. То есть там специальные грани. Есть кронштейн в комплекте, можно монтировать на кронштейн. Из информативности, в принципе, как и у всех практически извещателей, это норма тревога, вскрытие корпуса, разряд основной батареи, разряд резервной батареи. И все это передается на приемы контрольных приборов. Следующий извещатель — это фотон 19РК и перрон 5РК. Это извещатели с иммунитетом к животным весом до 40 кг. 19РК — это перечневый прибор с объемной зоной обнаружения перрон 5РК. Это бюджетный вариант фотона 19РК. Отличается, в принципе, тем, что не включен перечень неведостной охраны и имеет один элемент питания. То есть резервного элемента у него нет. В фотоне 19РК есть основной резервный элемент. Опять же, по дальности все видно по табличке. Высота установки тоже в табличке указана. По информативности все то же самое. Есть возможность регулировки чувствительности дискретная. Это имеется в виду в зависимости от веса собак, то есть животных. Можно выставить 10 кг режим, то есть иммунитет до 10 кг, и он будет более чувствительный, соответственно. И выставить иммунитет 20 кг, это менее чувствительным он становится к животным. Ну и 40 кг имеется в виду длинношерстные какие-то большие крупные собаки. Следующий извещатель – это так называемая штора. Сплошная поверхностная зона обнаружения. Два варианта у нас есть. Фотон ША-2РК, опять же, перечневый прибор. И перон ША-2РК не включен в перечень. Из плюсов у него появляется выносной шлейф сигнализации, то есть можно его использовать для подключения выносного гирпона. Так как в большинстве случаев у нас штора такого рода ставится либо в дверных, либо в оконных проемах, то наличие магнитоконтакта достаточно удобно. Ну и если кто-то знаком с нашей проводной линейкой, есть у нас такой фотон ША-извещатель, тоже штора. Достаточно давно мы его делаем. По итогам эксплуатации, по обратной связи от потребителей было много нареканий. Во-первых, он крепился на кронштейн. С этим кронштейном его можно было удобно прикрепить над проемом, но если надо было куда-то в угол, там внутрь, там на другое место куда-то поставить, вот это вызывало некоторые трудности. Ну и плюс он имел зону обнаружения, угол зоны обнаружения всего 70 градусов. Прислушившись ко всем этим нареканиям, мы сделали в проводной линейке фотон ША-2 и, соответственно, перенесли его в беспроводную линейку фотон ША-2РК. Здесь из преимуществ мы видим угол зоны обнаружения увеличился до 90 градусов. К кронштейнам он уже не комплектуется. Основная линейка корпуса имеет у него 4 плоскости для крепления, что позволяет нам его одинаково эффективно крепить как над дверным проемом, так и в углы, в проемы, там на стене, куда угодно. Под все это есть соответствующее отверстие внутри корпуса, там под шурупы. И все удобно крепится практически в любых положениях. По информативности все то же самое. Плюс для перон ША-2РК добавляется норма линии и нарушение линии. Тут немножко я запутался, лишнее написал. Разряда резервной батареи здесь нет, потому что ее тут просто нет. То есть в перон ША-2 только основная батарея. И в фотоне тоже. В фотон ША-2РК только основная батарея. Далее. Еще одно очень интересное изделие у нас без проводной линейки. Перебралось оно опять же сюда из проводной линейки. Где-то 3 года назад в нашей компании был сделан перрон 8. Это извещатель для открытых площадок. Ну, фактически, да, для установки на улице. Так как рынок российский, на российские изделия данного вида не очень богат, поэтому большей частью вся эта ниша была занята нашими зарубежными конкурентами. И мы решили, что почему бы и не попробовать. В итоге сделали перрон 8, и он перебрался у нас теперь из беспроводки. Перрон 8 РК имеет два варианта исполнения. Это с объемной зоной обнаружения и с поверхностной зоной обнаружения. Из преимуществ, соответственно, это низкий температурный диапазон до минус 40 градусов, иммунитет к животным весом до 20 кг реализован, защита корпуса оболочка IP54, соответственно, не боится там ни влаги, ни снега, ни ветра, ни пыли. То есть, настоящий уличный извещатель. Значит, что для уличного извещателя важно? Для уличного извещателя важно малое количество ложных срабатываний. И нам, в принципе, удалось достигнуть этого путем использования трех каналов обнаружения, трех линз, то есть тут три пероэлемента, три линзы, нижняя, средняя, верхняя. И определение идет по двум каналам, либо по среднему-нижнему, либо по среднему-верхнему. Средний-нижний дает нам как раз иммунитет к животным, то есть в нижней части у нас нечувствительность к животным присутствует. Если объект у нас попадает в верхнюю линзу, то, соответственно, тут уже как бы стопроцентная сработка. А, соответственно, ну, что греха таить, испытывали мы его с конкурентами, сравнивали непосредственно с Optex'ом LX402 у себя. Ну, проводной имеется в виду, да, еще когда он был проводным. Ну, и по итогам годовых испытаний, по статистике мы там набрали в два раза меньше срабатываний за год, чем на Optex'. То есть это, я считаю, что это большой плюс нам, так сказать. Ну, что тут еще интересного можно про него рассказать? Ну, по дальности, дальности обнажения 12 метров это связано. Хотелось бы, конечно, больше, но если делать больше, то, соответственно, помеха устойчивости начинает снижаться, что нежелательно. Поэтому вот остановились на 12 метрах пока. Высота установки варьируется от 2 до 3 метров. То есть, в общем-то, можно выбирать. Ну, и IP54 дает нам возможность устанавливать данные извещательства пожароопасных помещений. Тут на картиночке не видно, но у него еще вот снизу здесь будет антенка. Далее извещатели охранные поверхностные звуковые, беспроводные. Значит, сейчас линейки у нас два таких извещателей. Это стекло 3РК, перечневый прибор. И звон РК, его версия такая, не бюджетная, а как бы не перечневая, с расширенным функционалом. Появляется контроль состояния радиального шлейфа. То есть, для дополнительных шлейфов можно вынести, опять же, магнитоконтакт. Так как звон, опять же, становится обычно рядом с окнами, то эта функция достаточно полезная. Максимальная дальность обнаружения до 6 метров. Минимальная площадь охраняемой поверхности 0,1 метра квадратных у данных извещателей. По информативности все то же самое. Ну и тут хочется отметить, что мы, в отличие от других производителей, используем в алгоритме обработки сигнала анализ по двум частотам, по нижнему и верхнему диапазону. То есть, что, опять же, снижает количество ложных срабатываний такого рода извещателей. Далее стандартные классические извещатели магнитоконтактные, беспроводные. Есть у нас 4 исполнения их различные. Это МКРК. Это однозонный извещатель со встроенным герконом. Может использоваться как со встроенным герконом. То есть, ответную часть магнитика мы рядом размещаем. Геркон здесь внутри находится. Либо можем его вынести как шлейф сигнализации наружу отдельно. Ну, да, таким вот образом. Потом есть МКРК исполнение 1. В принципе, все то же самое. Есть встроенный геркон. Можно использовать со встроенным герконом. Либо здесь уже можно вынести до двух магнитоконтактов наружу. И использовать с выносными. Есть МКРК исполнение 2. Это малогабаритный корпус. Это однозонный извещатель с защитой оболочкой IP54. То есть, можно тоже применять в пожароопасных помещениях. Ну, и защищает одну зону. Вынести здесь шлейф нельзя. Соответственно, магнитик рядышком с ним устанавливается. И есть еще МКРК исполнение 3. Это тот же МКРК. Только с одним элементом питания. Бюджетное решение. Можно тоже использовать. Далее. Есть у нас такой извещатель инерционный. Он предназначен для обнаружения изменения положения охраняемого объекта. То есть, называется он ГРАНРК. Все то же самое. Малогабаритный корпус. Два элемента питания. СЕР2450. Защитая оболочка IP54. Значит, здесь из информативности появляется тревога перемещения. Тревога наклон. То есть, он занимает два адреса в системе. Ну, и, соответственно, два канала тревожных он имеет. Остальные все то же самое. Это неисправность, скрытие, разряд основной резервной батареи. Применять данные изделия можно, ну, допустим, для охраны каких-то малогабаритных ценностей, для быстрого развертывания охраны каких-то передвижных выставок, экспонатов на них и так далее. Ну, фантазия как бы не ограничивает возможности его применения. Ну, опять же, да, в линейке нашей продукции такого рода извещатель присутствует. Дальше извещатели пожарные. Здесь у нас два извещателя. Это извещатель пожарный дымовой и извещатель ручной пожарный. Соответственно, ну, видим, что, кто, если знаком с нашей продукцией, то новые корпуса у нас уже появились. То есть изменение, да, в дизайне произошло. Связано это с тем, что извещатели были доработаны под соответствие новому ГОСТу. Соответственно, на данный момент, ну, там были некоторые изменения, которые требовали изменения корпуса. Ну, не конкретно корпуса, да, а внутренняя начинка изменилась, и вот эти изменения потребовали внесения изменений в корпусы, в габариты, размеры и так далее. Вот, на данный момент соответствие ГОСТу, соответствие ФСЗ-123 к данным извещателям. Пожарный дымовой имеет чувствительность от 0,05 до 0,2 дБ на метр. Вот, имеются все пожарные сертификаты на них, ну, можно тоже применять их на объектах, если необходимо. По чувствительности ПДРК имеет достаточно хорошую устойчивость к ложным срабатываниям. Еще одно изделие труба ЧРК, это оповещатель беспроводной звуковой, тоже соответствует пожарным ГОСТам ФСЗ-123, может применяться как в пожарных системах, так и в охранных системах. Имеет уровень звукового давления не менее 85 дБ. Диапазон частоты звукового сигнала от 2 до 4000 Гц. Все это настраивается, и также еще есть у него такая незаявленная функция, световое оповещение. То есть там есть встроенные светодиоды внутри корпуса еще. Они там, по-моему, 4 штучки. То есть есть еще у него и возможность светового оповещения. Единственное, что так как мы его декларировали, получали на него пожарный сертификат, соответственно, по люменам, по яркости освещения он под пожарный оповещатель световой не проходит, поэтому заявили его как звуковой. Ну, в принципе, функция светового оповещения в нем осталась. Далее также есть у нас блоки контролируемых выходов и блоки релейных выходов беспроводные. Блоки контролируемых выходов БКВ, РК, так называемый, позволяют контролировать два выхода. Контроль осуществляется до нагрузки на короткое замыкание и обрыв во всех режимах работы. Режимы работы у него, соответственно, непрерывный, меандр, и задается пользовательский режим. Также имеется два контролируемых входа. Грубо говоря, это шлифы сигнализации высокоинформативные, то есть с них тоже могут события передаваться на приемный контрольный прибор. Питание блока контролируемых выходов осуществляется либо от внешнего источника питания 12 вольт, либо есть автономный режим работы от шести элементов CR123A. В автономном режиме работы прибор может в запущенном состоянии проработать до четырех часов при токе потребления 100 мА на канал. Блок релейных выходов, соответственно, тоже есть два релейных выхода. Коммутирование напряжения либо 30 вольт постоянного тока, либо 250 вольт переменного тока, ток до 7 А. Режимы работы также непрерывный меандр, либо задается пользовательский. Также присутствуют два контролируемых входа высокоинформативных. То есть там учитывается норма, тревога, КЗ-обрыв. То есть, соответственно, используется оконечное сопротивление и добавочное еще ставится. Есть выходы контроля основного и резервного питания дополнительно. То есть, если блок питания поддерживает такую информативность, то ее можно, соответственно, завести на данный блок релейных выходов. Диапазон питающих напряжения от 10 до 15 вольт. Питается он только от внешнего источника питания. Возможности питать в автономной работе у него нет. Далее сейчас выводим на рынок пульт управления выносной радиоканальный ПУХРК. Он предназначен для работы в составе любой охранной системы, которая поддерживает протокол Realty Contact R. В ближайшее время, я думаю, все наши интеграторы и Integral Plus тоже этот пульт к себе подцепят к своим приборам. Позволяет он нам осуществить простейшие функции. Это постановка снятия с окраны, индикация для пользователя по отображению готовности и состоянии их разделов. То есть, такие основные функции здесь могут быть реализованы. Также мы постепенно продолжаем делать. Я надеюсь, что в этом году закончим. Есть у нас такой прибор КВРК. Уже давно мы его пытаемся вывести на рынок. Это полноценная клавиатура с сенсорными кнопками, с дисплеем, которые позволят, в принципе, даже осуществлять конфигурирование приборов. Ну и, соответственно, получать максимум информативности. Далее, вклады ГКТ СРК, извещатель охраны, ручной, радиоканальный. Ну, это обычная кнопка тревожной сигнализации с возможностью передачи тревоги и осуществление постановки снятия с охраны на охрану. Также есть наличие дополнительных кодов. Это длинные нажатия одинарные, двойные, короткие длинные нажатия на кнопки и так далее. То есть, это отдельные коды. И, в принципе, если интегратором поддерживается это решение, то можно еще и какие-то функции назначить на дополнительные нажатия. А, ну, тут еще такой момент по этой кнопке. Значит, стоит учитывать, что это недальний радиоканал. Соответственно, если ее применять как тревожную радиокнопку, то речь идет о каких-то павильонах, небольших магазинах и так далее. То есть, тут дальность не очень большая. Это не альтониковым с километром дальности. То есть, это обычная объектовая кнопочка в рамках объекта небольшого может как тревожно использоваться. Ну, либо чаще ее используют для постановки снятия с охраны. Значит, также в нашей линейке есть сигнализаторы тревожные радиоканальные. Это сигнализатор СТЗРК, сигнализатор тревожного затопления. В двух исполнениях. Это с СТЗРК с выносными датчиками ДЗ-3В. Может, в комплекте их два, может подключаться до четырех таких датчиков. Можно отдельно приобрести. И точечность СТЗРК исполнения один однозонный в малогабаритном корпусе для защиты одной зоны. И ЦРСРК, сигнализатор тревожный температурный со встроенным датчиком температуры с возможностью подключения выносного датчика температуры. Если это необходимый датчик температуры, выносной подключается по протоколу OneWire. Здесь, соответственно, ЦРСРК, он либо работает, то есть тревоги дает по порогам температуры, заданным по верхнему, по нижнему, и умеет транслировать температуру в реальном времени на прибор прямой контрольной. Далее, допустим, если необходимо увеличить дальность на объекте, то есть отнести куда-то там где-то, получается, удаленные какие-то датчики надо установить, и дальности уже основного прибора нам не хватает, можно и применять ретрансляторы, которые позволяют нам до двух раз увеличить дальность передачи информации, то есть вещать ли их прибором. Соответственно, в линейке у нас их два, это БШС-РК-РТР, это стандартное исполнение, и БШС-РК-РТР-исполнение 1, это с возможностью установки аккумулятора внутрь, то есть с автономным питанием. Применяться он может с нашими расширителями и с приборами интегратора. В данном случае БРО-14, интеграл плюс, замечательно поддерживает работу с данными ретрансляторами. Ну и вкратце, допустим, если у вас есть желание использовать наши извещатели с приемным контрольным прибором, которым никаким образом не могут быть подключены наши извещатели, не через расширитель, там, 485, исполнение 1, ну, то есть или какой-то объект, где уже система смонтирована, и надо провести расширение системы, ну, допустим, здравым выглядит проведение этого расширения через радиоканал, то есть чтобы не портить там интерьер и так далее, а сам прибор радиоканал никак не поддерживает. Тут есть у нас еще в линейке такой прибор ЛАДОГ БШС-РК-Р, это релейный расширитель. Значит, что он нам позволяет? Это нам позволяет подключить до 28 радиоканальных извещателей к любому проводному приему контрольному прибору. Значит, делает он это через сухие контакты, для этого у него есть 6 реле с нормально замкнутым выходом, на которые транслируется состояние извещателей. Значит, 4 реле — это тревожные, то есть, соответственно, они передают либо норму, либо тревогу, то есть замкнутые, разомкнутые. И 5-6 реле — это информационное реле, вскрытие корпусов извещателей, туда передаются и вскрытие самого корпуса прибора, и неисправности реле 6, это транслируется, да, разряде батареи, потеря связи и так далее. То есть, в принципе, вот через данный реле расширитель также можно использовать наши извещатели и подключать к любому прибору. Единственный минус, конечно, это отсутствие небольшая информативность, соответственно, если мы полностью используем всю емкость прибора. Ну и хочется ответить, что сейчас уже готовится к выходу на него прошивка, которая позволит подключать его к ПК уже и конфигурировать не вручную, а с компьютера. В данном случае можно будет подключить до 31 извещателя тогда. Ну, опять же, наличие ручной возможности конфигурирования тоже плюс, потому что не всегда есть с собой ноутбук, а компьютер там доступный. И на объекте, в принципе, можно все это задать, скатегорировать вручную. Ну, по оборудованию, наверное, все. Там времечко у нас еще есть. Я тогда быстренько пробегусь по особенностям применения беспроводных систем. Особенности эти, наверное, они как бы общие, то есть не обязательно даже их перекладывать на нашу систему. Это, ну, в общем-то, такие вещи, которые для всех радиосистем, наверное, справедливы. Ну, имеется в виду объектовых. Значит, ну, это не совсем к радио, но вообще, да, много проблем из-за этого возникает. Значит, когда мы разворачиваем какую-то систему на объекте, все-таки рекомендуется использовать последние версии прошивок. То, получается, порой много звонков, техподдержка поступает. Приобрели прибор, он там пролежал на складе 10 лет. Там самая первая прошивка еще с какого-нибудь прибора. А мы там, например, уже наделали 132 датчика новых, ну, образно, да, 130 раз их перепрошили, там 50 раз прошивку поменяли у себя, какие-то новые функции ввели, и, соответственно, берут прибор, берут наш извещатель и начинаются какие-то там мистические проблемы, про которые мы уже 100 лет забыли, потому что все это либо доработано, либо исправлено, а на деле вот иногда это все заодно всплывает. То есть на объекте, конечно, лучше, когда мы оборудование на объект монтируем, конфигурируем, убедиться в том, что мы располагаем последними актуальными версиями прошивок, программного обеспечения для конфигурируема и так далее. Это касается не только наших систем, но вообще всех систем в целом. То есть любых производителей, когда вы что-то делаете, то лучше как бы иметь последние версии. то этим мы как бы избавляем себя от необходимости сталкиваться с какими-то проблемами, которые уже давно решили. Дальше по радиоканалу непосредственно. Вот еще с далеких времен мы начинали знакомиться со всякими различными радиосистемами, в том числе, допустим, с теми же беспроводными телефонами домашними, там потом дект у нас появился, там в инструкции кратко писали, что дальность работы, допустим, 50 метров помещений, 200 метров на улице. И там ничего не уточнялось. И вот у некоторых в этом плане сложился стереотип неправильный, что, например, если написано, что где-то здесь эти 50 метров помещений, что вот в этих зонах все у меня будет работать, а вот здесь уже больше 50 здесь не будет. Скорее всего, все это будет немножко иначе выглядеть, то есть вот на объекте. Если здесь у нас стоит прибор, и вот здесь мы хотим разместить извещатели по всему этому объекту, то вот картина приема, зоны уверенного приема будет выглядеть в следующем образом. То есть вот по этим помещениям у нас будет прием, здесь будет прием, и по коридору практически до конца у нас будет прием, а вот этих помещений мы уже можем и не охватить. И, соответственно, когда мы на объекте думаем, куда мы что разместим, то надо эти моменты учитывать. И, соответственно, для такого типа объекта правильнее было бы разместить прибор где-то в центре. И, соответственно, таким образом мы практически все помещения охватываем без применения ретрансляторов различных и так далее. Значит, далее есть еще такой момент, если вдруг мы устанавливаем извещатель, и он у нас попал в зону неуверенного приема, то буквально там 10-15 см изменения в положении уже могут совершенно кардинально изменить ситуацию с качеством приема. Вот эти моменты тоже надо учитывать. Еще такой момент, что, конечно, лучше все конфигурировать заранее, то есть не прибегать уже на объект и там пытаться расставить на все извещатели, а потом пытаться их связать с прибором. Лучше сначала связать их с прибором, а потом пытаться расставить. Соответственно, тогда мы уже точно будем знать, что у нас все извещатели в прибор прописаны, связь с ними была на момент конфигурирования. И, соответственно, если мы на объекте где-то видим, там скрываем извещатель, он нам показывает 4 красные вспышки, то мы прекрасно понимаем, что у нас прибор прописан, и просто прибор его не видит. То есть, соответственно, место положения прибора, либо извещателя нужно поменять. Про индикацию я уже говорил, что все наши приборы, извещателя снабжены индикацией качества связи. Соответственно, можно, устанавливая на место, все это посмотреть. Также не очень актуально, но если, допустим, кто-то наши расширители применяет с какими-то другими приборами, то по расположению антенны, это правильный вариант расположения антенны, если нам надо перекрыть этаж, и желательно, чтобы антенна была отогнута на 30 градусов от стены. Соответственно, использование вообще без антенны, без встроенной антенны, без внешней антенны, либо изгибание антенны каким-либо образом, изменение ее геометрической формы, либо использование ее в горизонтальной плоскости. То есть, эти два случая, это вообще как бы не пойми, что будет. Но здесь вообще, скорее всего, ничего не будет хорошего. Здесь мы неизвестно, что получим. В этом случае, если нам перекрыть этаж надо, то так ни в коем случае делать нельзя. Это применимо только в том случае, если нам надо перекрыть именно этажи вертикально, то есть не сверх, а не горизонтальной плоскости. Также по нашим извещателям при монтаже, но сейчас уже, наверное, это не очень актуально, потому что презентация такая не очень свежая. Сейчас у нас везде реализована такая площадочка, но если вам вдруг попадутся извещатели наши более раннего производства, у них этой площадочки не было. И, соответственно, был велик соблазн загнуть эту антенну вот так вот параллельно плате. Многие считали, что так и должно быть. На самом деле, это неправильно, так быть не должно. То есть антенна обязательно должна быть отогнута от платы в таком положении. Иначе происходит экранирование платы радиосигнала и качество связи раза в три ухудшается. Это тоже надо учитывать. Опять же, не рекомендуется радиоустройство устанавливать в металлические конструкции, рядом с металлическими конструкциями и над скрытой проводкой какой-то, рядом со скрытой проводкой силовой. Это тоже вносит какие-то свои минусы в работу, то есть ухудшает передачу данных, ухудшает связь. По высоте установки прибора. Мы рекомендуем где-то половину высоты помещения, но это не всегда возможно. Где-то бывают низкие потолки, соответственно, если мы на такой высоте ставим, если это прием контроля прибора, то в принципе это нормально, там нужен доступ к клавиатуре. Если это какой-то расширитель, то его, конечно, лучше ставить чуть повыше, чтобы к нему доступа не было. И, соответственно, рекомендуется тогда с максимальным удалением от угла помещения ставить. Также при установке извещателей рекомендуется избегать установки их на металлические поверхности, в том числе на примере магнита контакта. Очень любят полениться и просто поставить сам извещатель на коробку дверную металлическую и магнит прикрепить дальше на дверь. В таком варианте установки качество связи будет никакое. И, в принципе, прибор может стоять в пяти метрах от извещателя, а связи может не быть. Поэтому на металлические конструкции лучше сам извещатель от них отнести на какое-то расстояние, а тот же магнитоконтакт вынести шлейфом и отдельно подключить уже магнитоконтакт и ответную часть геркона и магнит на саму дверь, на дверную косяк. Также стоит учитывать влияние на работу наших радиоканальных систем различных электробытовых приборов, то есть работающих на той же частоте, например, либо создающие помехи какие-то дополнительные. Можно сказать, что, например, большинство автомобильных сигнализаций тоже работают в 433 МГц. И, допустим, если мы разворачиваем охранную систему, допустим, в каком-нибудь крупном торговом комплексе, где есть паркинг большой, там на кучу машиномест, допустим, на тысячу, там вот клацание брелком автомобильным будет происходить постоянно. То есть там весь эфир будет забит посылками автомобильной сигнализации. Притом посылки автомобильной сигнализации достаточно длинные, то есть по сравнению с нашей передачей, и могут серьезно засорять эфир. Ну и вот на таких объектах есть вероятность появления повторов от извещателей. Соответственно, там может сокращаться срок работы элементов питания, потому что извещателям постоянно придется повторять свои посылки до прибора, потому что частота будет забита другими передачами. Ну, также такой момент, при конфигурировании приборов, если вы на одном объекте пытаетесь поставить там несколько приборов, надо обязательно следить за тем, что у вас как минимум номер сети был различным. Если мы, допустим, в одной литере навезуем две системы на одном номере сети, под цифровой сети, то, соответственно, вот эти системы будут друг другу мешать уже. То есть, соответственно, правильно было бы иметь здесь на одной системе номер литера 1, номер сети 1, а, например, на второй номер литера 1, номер сети 2. Тогда все будет в порядке. Ну, за этим тоже следить. Также учитывать влияние различных строительных конструкций, то есть, если мы что-то монтируем, хорошо бы представлять там, если это гипрочная стена, где там проводка внутри, где там каркас металлический, чтобы, например, не поставить извещатель на металлическое ребро. Допустим, да, вот сюда. Потому что это тоже унесет ухудшение в качество передачи сигнала. Ну, соответственно, сейчас вот очень популярные сэндвич-панели, так называемые. Здесь много что строят, в основном складки, какие-то комплексы помещения и, соответственно, тоже хотят оборудовать все это сигнализацией. Ну, и был случай, люди все оборудовали, склад оборудовали извещателями нашими, а приемный контрольный прибор вынесли в будку охранника и очень долго удивлялись, почему же у них нет связи, там будка охранника всего там в 50 метрах от комплекса. Ну, тут понятно, что это металлические листы, экранирование сигнала и так далее. В итоге все решилось тем, что поставили дополнительный ретранслятор у единственного окна в этого склада, да, и, собственно, связь появилась. А так, как бы, ну, там еще много проблем было, они не сконфигурировали датчики изначально, соответственно, когда на объекте все смонтировали, у них расширитель не видел датчики, для того, чтобы с расширителя датчики перевести на ретранслятор, они должны быть в расширитель прописаны, а их не прописать. В общем, там много всякой мороки было, ну, в итоге, как бы, объект оживили. Ну, вот, лучше заранее подумать, куда мы что ставим. Ну, вот, тут я, наверное, пропущу, в принципе, как бы, тут все то же самое. Просто показано, что были проблемы вот у наших клиентов с металлочерепицей, когда не было связи с металлочерепичной крышей с пожарным извещателем. Ну, там проблема решалась с установкой ретранслятора. Также вот интересный полтергейст был на одном из объектов. Значит, основной дом, там, гостевой домик, в основном стоит расширитель, в гостевом извещатель, и вот он периодически то видится, то не видится. В общем, проблема оказалась в том, что когда дверь алеталлическо открыта, его видно, то есть извещатель, с извещателем связь есть, когда дверь закрыта, извещатель теряется. Ну, решением было просто изменение положения извещателя на более прямую видимость с расширителем, и, в общем, это все заработало. Ну, еще один такой немаловажный момент это батарейки. Для радиоканала, для наших извещателей, ну, и вообще для различного рода устройств, так как их батарейки очень важный момент. То есть мы стараемся поставлять с завода как изготовители, мы стараемся контролировать элементы питания, которые мы кладем в комплект к извещателям. То есть мы делаем пробные закупки, ставим на прогон эти батарейки, да, и если они нас удовлетворяют, мы из той же партии покупаем уже большие объемы и, соответственно, комплектуем извещатели. Раньше мы этого не делали еще на заре, там, в нашем радиоканале только начинали, и с этим было очень много проблем. То есть брали батарейки с закупкой, склали их в извещатели и потом получали возвраты, там, батарейка там не работает, еще что-то, батарейка там разряжена. Вот сейчас мы за этим следим очень тщательно, соответственно, все, что мы кладем в извещатель, оно должно быть проверено уже. То есть, ну, партия, по крайней мере, которая закупалась, она проверена. Вот. И до момента развертывания на объекте системы и до ее первого обслуживания, в принципе, они работают хорошо. Дальше начинаются проблемы. Ну, многие заказчики там, пытаясь сэкономить, говорят, купите мне батарейки подешевле. Ну, и самые дешевые сейчас батарейки у нас там различные космосы, китайские там батарейки и так далее. Все это закупается, ставится в извещатели и там через три месяца извещатель выдает сообщение о разряде батареи. То есть, ну, и, соответственно, начинается свистопляска, клиент недовольный, ему опять надо покупать батарейки, обслуживающая организация недовольна, ей надо опять ехать менять и оказываемся, как бы, виноватыми мы, как же так, вот батарейки новые, три месяца проработали, разрядились, клиент недоволен, что опять надо менять, мы недовольны, что опять надо ехать. Почему так плохо? Ну, плохо, потому что дешевые батарейки. То есть, если брать хорошие батарейки, то таких проблем нет. То есть, заявленное время работы они отрабатывают в нормальных условиях эксплуатации. То есть, поэтому рекомендую, как бы, да, использовать именно хорошие элементы питания, а не что попало. Ну, и, соответственно, еще один такой момент. Желательно, конечно, перед тем, как батарейки устанавливать в извещателе, все-таки на них напряжение померить и померить желательно под нагрузкой. То есть, неважно, да, то есть, вы достали новый извещатель, новый комплект, новые батарейки распаковали там из комплекта, ну, чтобы избежать каких-либо проблем в дальнейшем, да, чтобы у вас объект работал надежно, лучше не полениться и замерить все-таки напряжение на элементах питания и желательно делать это под нагрузкой, там где-то примерно 150 том, ну, для наших извещателей. И, соответственно, если мы там видим на батарейке, которая трехвольтовая, напряжение там до 2,9 вольта под нагрузкой, то это хороший элемент питания. Если мы на CR2032 на маленькой таблетке видим до 2,7 вольта, то это тоже хорошее питание. Если мы видим ниже, то лучше такие элементы не ставить, выкинуть их и там приобрести другие. Ну, это, конечно, с комплектом у нас так редко бывает, а вот когда идет обслуживание, уже когда замена, то лучше все-таки замерять эти батарейки, неизвестно, где они там и сколько хранились. Установка нормальных элементов питания, как бы, надежность работы системы увеличит в разы. Не придется там на всякие события дополнительные реагировать там по разряду, которые непонятно, почему вдруг появились через 3 месяца там. И ездить на двиг придется гораздо меньше. Ну, в принципе, все, что я хотел и сказал. Если остались какие-то вопросы либо к коллеге моему, Тимуру, либо ко мне, то с радостью ответим, отвечу. Задавайте. Вот тут, кстати, по первому вопросу, что задали, реагировали на звон посуды. То есть наши датчики на звон посуды реагировать не будут акустические, потому что они ведут анализ по двум частотам, по нижней и по верхней. Соответственно, просто звона посуды недостаточно для образования этих частотных составляющих. То есть наш извещатель, он сработает только при той частотной составляющей, которая образуется при разбитии именно стекла, и частотная составляющая, которая уже как звон идет. Вопрос, существуют ли аккумуляторные батарейки такого формата. Там вроде что-то есть, но у них напряжение питания больше, соответственно, использовать их не рекомендуется. Ну и плюс аккумуляторные батарейки, опять же, допустим, при эксплуатации с низкими температурами, до минус 20 градусов, проседают существенно больше, чем данные элементы питания, поэтому целесообразно ли это, не ясно. бюллетень, мне немножко не очень знакомое понятие, если вы имеете в виду перечень невинственной охраны, если это так, то все, что идет под маркой фотон, стекло, это все в перечне невинственной охраны. там детально можно в самом перечне уже посмотреть, естественно, там всякие перрон ша-2-РК, звон РК, вот эти извещатели в перечне не включены. По ретрансляторам могут ли они устанавливаться последовательно? нет, у нас пока маршрутизации нет, динамической, то есть есть прибор и может устанавливаться один ретранслятор, ну, в смысле, не один, ретрансляторов может быть несколько, но они немногоуровневые, то есть все нет. перрон-8-РК по дальности значит там должно быть даже получше, честно, пока отдельно не проверяли его, но там используется выносная антенна внешняя по дальности он должен быть лучше, чем большая часть извещателей. Стандартные извещатели дают до 600 метров на открытом пространстве. Примерно так. Тоже не озвучил, в помещениях по дальности метра говорить не буду, скажу проще, что это где-то две капитальных стены и одно перекрытие, ну, хорошее перекрытие, без ретрансляции. стало первая increaseе в три Продолжение следует... 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 Ну, направленный контент, соответственно, нет. Ну, насчет установки прибора не в центре, а к краю. Если, например, мы будем рассматривать именно БРО-14, то там, в принципе, нет смысла никакого ставить его к краю. Там, скорее всего, все равно надо будет ставить его к центру, чтобы пользователь мог, собственно, иметь легкий доступ к клавиатуре, снимать, ставить на охрану и так далее. Если там уже речь идет о наших расширителях, то, ну, как бы там тоже есть всему предел. Конечно, ставить прямо совсем в угол, там, упирая это все в потолок или в соседнюю стенку, это немножко неправильно само по себе. Там все-таки лучше, конечно, какое-то удаление выдержать. Если мы удаление выдержим какое-то, то, в принципе, и та антенна, что есть, уже хорошо. 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 Продолжение следует... 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 Спасибо за внимание и следите за новостями и участвуйте в вебинарах. Всем до свидания.